вот от чего меня потряхивает в продукции немецкой компании becker так это от того что у них из коробки почти никогда никак невозможно понять как называется нож ни у одного другого производителя такой ерунды нет ну кроме прямо вот китайского ноунейма где ничего не указано совсем из-за этого перед обзором постоянно приходится искать по их сайту название ножа причем делать это приходится на глаз поэтому занимает это очень много времени либо можно не сказать в обзоре как называется нож и написать это только в названии видео но когда дело идет о ноже автомат калашников 74 в этом случае проблем таких нет потому что стилизованные под магазин автомата калашникова коробки к этим ножам сразу объясняю что в ней внутри находится ну а разницу в сталях которые например здесь отражена мы с вами уже легко увидим в обзоре и сами здравствуйте дорогие друзья вот об этих замечательных ножах мы с вами сегодня поговорим есть у меня теперь в продаже на сайте вот такие вот ножи в их автоматической версии существуют эти ножи еще и без автомата вот но в данном случае это именно автоматическая версия автомата калашникова простите меня за такую тавтологию давайте посмотрим поближе рукояти ножей сделаны из анодированного алюминия с такими вот пластиковыми вставками все это сделано в такой стилистике автомата калашникова и его штыка ножа очень удобная длинная мягкая эластичная и очень прочно держащая нож в кармане клипса совершенно отлично работает но как видите она в общем то еще и скрытого ношения то есть нож можно погрузить карман полностью если задаться такой цель у ножа как у любого нормального тактического ножа с автоматическим открыванием есть предохранитель предохранитель такой хорошо ощутимый знаете и он как бы очень сильно вот по какому-то своему такому действию механического напоминает о предохранителях оружейных ну что тоже конечно в стилистике этого ножа находится так вот выполнена накладка на сего узел фирменная в этой серии с другой стороны такого нет винты темлячное отверстие в который очень легко входит паракорд втулки в середине нет придется немножко повозить чтобы туда попал с предохранитель снимаете хлоп очень комфортное открывание то есть без лишнего рывка то есть открывается надежно такого что нож не долетает не бывает как вот бывает на некоторых ножах что пружина недостаточно сильная по крайней мере из коробки все работает очень комфортно и надежно но нет удара в рукоятку на некоторых ножах пружина настолько резки что как бы возникает такой при открывании такой который мог ручки здесь его нет совсем очень комфортно открывание предохранитель работает кстати и на закрывание ножа можно его поставить и собственно кнопку нажать вам уже не удастся замок у ножа использован bottom-lock, это кнопочный замок, видите, то есть, чтобы раз закрыть нож, вам нужно тоже нажать на кнопку, и после этого можно закрывать. В сочетании с ассистом это очень удобный замок, которым можно пользоваться на ощупь, вообще не глядя, очень комфортно. Вот, то есть, ну, однорукое закрывание, как видите, тоже, в принципе, здесь есть, нужна просто определенная привычка, опять-таки, то, что здесь не очень такая сильная пружина поставлена, позволяет спокойно закрывать его одной рукой, не боясь пораниться. На вот этой версии ножа с таким покрытием сталь использована АУС-8, вот, это относительно недорогой нож этой серии, здесь же, рядом в кадре, абсолютно аналогичный нож, но со сталью S-32 на клинке, у него, соответственно, нет покрытия, он такой вот полированный по сатину, то есть, сатинирование сделано и нож заполировано. Сейчас надо в кадр понимать. Вот, да, S-32. Ножи номерные, то есть, в остальном нож работает абсолютно так же. Вот. При этом, знаете, как бы, хочу сказать такую штуку, вот, абсолютно, да не так, потому что здесь есть такой очень любопытный момент. Обратил внимание, как бы, честно признаться, не знаю, технологическая ли это особенность или что-то еще. У этого ножа, предохранитель на открывание ножа работает, а на закрывание почему-то нет, то есть, он туда не встает до конца, обратно. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что это как бы вот с реализацией бутамлока у данного замка связано, потому что, вот, ну, непонятно, чего бы ему туда не встать. Но, тем не менее, вот факт остается фактом, это, наверное, нужно знать, если вы решитесь приобретать такие ножи. Ну, впрочем, честно говоря, предохранитель на закрывание в этом ноже, его необходимость, так для меня лично, достаточно сомнительна, вот, но это как бы другой вопрос. Знаете просто об этом факте, да, что они вот есть такие и сякие. В этом году, кстати, появилась, насколько я понял, из их сайта юбилейная серия, посвященная 70-летию с момента выхода АК-47, да, вот, то есть, там есть и вот такие ножи АК-74 с какими-то юбилейными написано, что 70-летний юбилей, там что-то вот такие всякие разные вещи, стоят они, конечно, заметно подороже, есть там какие-то интересные стали и так далее. Но мы, наверное, сегодня с вами коротенько поговорим не об этом. Я хочу сказать, что считается, что этот нож разработан Дитмаром Полем, как дизайнером, то есть, ну, вот для меня это не проверенная информация, потому что на сайте Беккер это не указано, хотя не знаю, почему в очень многих источниках написано, что дизайны ножей серии автомат Калашникова, АК-74 не единственный нож, который в этой серии у компании Беккер есть, разработаны были Дитмаром Полем, который в свое время с Михаилом Тимофеевичем общался лично, вот, и Калашников вроде бы как, ну, вполне одобрял существование вот как бы подобных ножей, мимо того, что они были вот так вот сделаны, да, то есть, как бы, в некотором роде считается, что название автомат Калашников на ножах Беккер это совершенно такая, ну, лицензионно подкрепленная вещь, никто не запрещал им этим пользоваться, как бы, да, то есть, это название действительно, которое сам Калашников одобрил для этих ножей. И должен сказать, что это вот такие довольно редкие ножи, эстетика которых, вот, очень классная, с одной стороны, понимаете, вот, по всем характеристикам это совершенно отличный и диссистник, это и соответствующая длина клинка, достаточно длинные спуски от обуха, аккуратное сведение, разные стали, вы можете себе выбрать, как бы, что вам более по душе, очень удобная рукоятка, небольшой вес, как бы, ну, вот видите, рукоятка как бы для обычных работ, здесь, и вот тут вообще никаких претензий, все очень здорово сделано, и при этом, как бы, при всем, да, вот этот нож обладает совершенно такой невероятной оружейной харизмой, реального оружия. Я вот лично считаю, что если вы какому-то начинающему любителю складных ножей хотите подарить нож, то, пожалуй, автомат Калашников 74, это чуть ли не лучшее, что я могу сказать, вот, если вы хотите это сделать, какие-то вменяемые более-менее деньги, потому что, вот, большинство новичков любят, чтобы нож обладал каким-то таким вот элементом оружейности, который здесь вот просто зашкаливающий, да, а с другой стороны, вот, здесь функционал хорошего рабочего инструмента на каждый день тоже есть весь, и вот, как бы, без всяких нареканий, без всяких претензий, знаете, как бы, вот, мне вообще случалось в некотором количестве держать другие ножи Дитмараполя в руках, вот, у них, как бы, как правило, с функциональностью у них все нормально, но вот какой-то внешний вид дизайна, он у них несколько нарушен, но вот это вот, это какое-то редчайшее исключение из правил, когда вот все на месте в ножах, совершенно конкретно, то есть, и дизайн здесь классный, и вот эти вот автоматические открывания, которые очень сильно помогают людям, которые, ну, мало, скажем так, имеют дело с традиционными замками складных ножей, ну, чтобы не привыкать, да, здесь просто на кнопку нажал, нож открылся, причем открывается, ну, вот так вот, не резко, то есть, привыкать к этому не нужно, сразу все работает, и при этом все это сделано достаточно надежно, из таких материалов, что вы в полевых условиях можете очень комфортно пользоваться подобным ножом, и всегда при этом ощущать, что вот по дизайну у вас какая-то есть такая штука, которая связана действительно с легендарным оружием, это какое-то такое очень приятное, очень интересное впечатление, которое, как мне кажется, начинающему, по крайней мере, любителю ножей нож обязательно должен давать. Вот такие у меня впечатления об этом ноже, надеюсь, что вам это интересно, большое спасибо за просмотр, пока!